Очень много активностей, хочется везде побывать, поэтому я не просто так выбрала этот спортивный casual look. И самое главное, бегать можно по палубе в открытом море и дышать свежим воздухом. Только что закончилась велнесс-зарядка, так что пойдем зададим пару вопросов. Привет! Я хотела узнать у тебя, что ты почувствовал, когда тебя позвали в круиз с Reflame? Ну, для меня это вообще первый раз. И да, для этого первый раз, и поэтому, когда я узнал, что я поеду, да, я, конечно, так... Я думаю, так будет, что мы приедем, походим по странам, там, пообщаемся, ну, кого-то поздравят, там, ну, в принципе, вот такая тусовка будет. Но вот в этой сейчас энергетике, когда находишься, то просто хочется бежать вот по воде, вот куда-то бежать, что-то делать, потому что реально, ну, энергии добавилось просто вот сейчас вот тонны, мегатонны энергии. Почему этот круиз особенный? Ну, как я уже ответил, да, для меня он впервые. То есть я его рассматриваю как какую-то отправную точку дальше. И сейчас в голове очень много куда идти, сколько сделать и так далее. Второе – это юбилейная конференция. И для меня, как человека, который, наверное, один из многих, который, я так понимаю, видели братьев-фахёвников на картинках в интернете и увидел... Проверим связь, как нас видно, как слышно. Все ли хорошо со связью? Мы тут, можно сказать, прямо на чемоданах сидим, фонит. Сейчас, секунду убавлю. Сейчас, секундочку. Давайте сейчас, нормально так, фона нету? Сейчас нету фона? Так, а так все супер, слышно, видно. Самое главное, чтобы фона не было. Отлично. Мы постараемся не кричать. Мы тоже по всем очень соскучились. Ну что, друзья, у нас у каждого очень мало времени, да, желающих, выступающих очень много. Давайте мы начнем. Давайте, пока мы рассказываем немножко про себя, напишите в чате, да, откуда вы, потому что... Какие регионы? В этот раз у нас много команд. На вебинаре хочется узнать, какая география присутствует здесь. Посмотрим, кто активнее, да, кто больше вышел. Ну что, друзья, мы представимся для тех команд, да, кто с нами не знаком. Нас зовут Сергей Юлий Матвеев. Мы из Нижегородской области, город Арзамас. На сегодняшний день мы являемся сапфировыми директорами, да, в компании «Арифлейн». Пришли мы сюда, ну, уже, так скажем, чуть больше 10 лет. Сами родом из маленького села, да, заинтересовались, ну, как большинство людей, на возможность заработка, да, то есть не все сразу получалось, однозначно. К своему результату мы шли таким, ну, может быть, легким путем. На сегодняшний день, благодаря бизнесу компании «Арифлейн», мы смогли переехать в город. Мы купили себе большую квартиру, 120 квадратов, да, у нас сейчас несколько автомобилей. Мы отдыхаем за границей каждый год с компанией «Арифлейн». Ну, то есть, в принципе, жизнь не то чтобы улучшилась, да, она поменялась в корне, стиль жизни поменялся в корне. Да, если мы берем с вами какие-то, я не знаю, финансовые потребности, большинство из них уже решено, да, и мы движемся вперед. Вот. Почему вообще мы здесь сегодня, да, почему мы в Сочи? Вот знаете, когда мы уезжали, да, нам многие писали такие, ну, так скажем, комментарии, хорошо вам отдохнуть, да, хорошо вам провести время, но у нас была изначально задача чуть другая, да, потому что мы сюда ехали не только с позиции отдыха, даже, наверное, это было далеко не главным, мы сюда ехали, это, во-первых, встретиться с разными лидерами из России, с самыми сильными лидерами, да, мы сюда ехали для того, чтобы обсудить очень важные идеи, и на самом деле глобальные идеи на уровне «Арифлейн» России, да, о которых мы сегодня чуть-чуть вам, скажем, заинтригуем вас, да, у нас была однозначная задача – это обменяться опытом, потому что вы прекрасно понимаете, да, что, ну, не всю информацию можно донести через вебинары, и всю информацию можно понять на семинарах, а вот когда ты общаешься с лидерами постоянно, каждый день, да, в разных, так скажем, неформальных местах, то, конечно же, информации мы получаем намного больше, мы делимся опытом. И сегодня, да, здесь собрались большие лидеры, топовые лидеры, и сегодня каждый из них расскажет в двух словах о себе, и мы постараемся поделиться с вами тем стилем жизни, который каждого из вас ждет, да, что каждый из вас в дальнейшем тоже будет свободным человеком, будет свободным, я не знаю, там, общаться, переезжать из города в город, из одного места в другое, свободно отдыхать, как мы сегодня, да, не раз шутили. Блин, у нас там везде зима, здесь тепло, здесь солнышко, здесь сухо, даже зимой можно съездить на море. И сейчас, скажите. Ну да, я вот хотела бы тоже добавить по поводу окружения, я сейчас нахожусь на пятом месте беременности, и многие меня не понимают, куда, мамаша, ты с животом поехала, вроде все едут кататься, отдыхать, а ты по самолетам шатаешь. Но знаете, вот то окружение, которое действительно здесь собралось, для меня очень дорого стоит, и те мысли, те вообще принципы, которые, да, мы здесь услышали, общаемся, смотрим друг на друга, да, действительно это очень дорогого стоит, и очень хочется быть всегда в таком окружении. Поэтому какие наши рекомендации, чтобы для того, чтобы у вас получалось? Обязательно старайтесь менять свое окружение, побольше бывать с успешными людьми, потому что, как говорят, хочешь быть врачом – учись у врача, хочешь быть у успешных – учись у успешных. Поэтому дерзайте, скоро вас тоже ждут на таких тусовках, как у вас. Да, и знаете, не обращайте внимания на какие-то там различные разговоры, потому что даже если в вашем окружении на сегодняшний день нету сильно успешных людей, окружением это может быть и книги, окружением это может быть и вот такие подобные вебинары, да, и разные какие-то выездные семинары, то есть окружение – это все в целом. И благодаря постоянным, ежедневным, маленьким, может быть, действиям на первом этапе, да, в любом случае приведет вас это к результату. Самое главное – это системные действия, ежедневные, простые, понятные. Ну а сейчас мы хотим передать слово следующему спикеру. Многие из вас его знают. Это один из самых молодых лидеров нашего региона. Сапфировый директор. Олег Плешков, город Чебоксары. Так, друзья, бурно аплодисментным приветствуем Олега Плешкова. Всем привет. Надо было просто поменяться. Так, ну ладно. Так, всем привет, привет. Рад всех видеть. У нас тут много. Очень приятно. Так, ну... Переизойдите, не помогает. Ну, короче, вроде все нормально. Звук у нас есть, микрофон работает. Меня же слышно. Поставьте по десятибалльной шкале. Запись идет. Так, отлично. Хорошо. Так, ну что, давайте я немножко расскажу о себе. Здесь есть лидеры из разных структур. И я считаю, это очень круто. Я сюда пришел еще будучи студентом. Я говорю, благо ума хватило. Ума хватило понять идею бизнеса. Потому что она настолько проста. То есть, это первый момент. Второй момент. Благо хватило дисциплины. То есть, действовать, работать. И делать это в системе. Потому что очень важно, да, то есть, на первых этапах делать каждый день системные действия. Вначале что-то не получалось, да. То есть, кто-то мне сказал, что пила шара. Ну, и там парфюмер, косметолог и все остальное. Самое, наверное, важное – это желание. То есть, у меня было дикое желание стать самым молодым директором компании Арифлайн по Волжи. И я сделал это 18 лет. Дальше уже были новые амбиции. Вот если у вас есть уже цели, какие-то планы, мечты, хочу рассказать вам про сегодняшнюю встречу. Так получилось, что так всем говорят. Ну да, согласен. Хочу вам рассказать про сегодняшнюю встречу. Даже не свою историю, да, а историю человека, с кем я сегодня встретился. Его зовут Виталий. И он увидел, что мы сегодня отдыхали, ой, сегодня, что мы отдыхали сейчас в Сочи, катались на сноубордах. И он мне просто написал в личку, Олег, я давно наблюдаю за вашим бизнесом. Вижу, что вы отдыхаете в горах. Можно ли с вами встретиться, обсудить тему бизнеса? Потому что я уже сколько лет здесь живу и до сих пор не могу позволить себе съездить отдохнуть в горы. Мы с ним встретились. Я ему рассказал идею нашего бизнеса. Он уже посмотрел сам несколько вебинаров, сам несколько видеозаписей. Это о том, что, да, когда есть желание, то ты ищешь способы, да, то есть варианты, информацию, которая тебе будет полезна и нужна, то есть благодаря которым ты будешь действовать. Когда я ему задал вопрос, скажи, а что ты хочешь в результате? Он сказал, я хочу уволиться с работы. Потому что у меня есть два варианта. Либо я развиваю этот бизнес и ухожу с работы, и я буду свободный, да, то есть есть второй вариант. Я найду вторую работу. Но в итоге у меня ничего не изменится. Я говорю, ну, я так понимаю, ты выбрал бизнес. Он сказал, да. То есть мы сейчас с ним договорились о том, что мы с ним сейчас будем это отрабатывать. Так вот, я желаю вам найти свою цель, да, то есть может быть ваша цель будет, это следующая поездка вместе с нами в другую страну, да, где мы будем также вместе отдыхать, обучаться, работать совместно, да, и строить бизнес. И тогда вам будет гораздо легче действовать. Я хочу передать… Привет, привет, Татьяна. Я хочу передать слово одному из своих любимых директоров. Это молодая девушка, которая очень быстро закрыла квалификацию директора в молодом возрасте, 19 лет. Вот. У нее амбийцы еще больше, чем у меня. А энергии еще больше, чем у нас всех вместе взятых, да. Тут уже знает, что это Дашка, да. Я передаю слово Дарье Покровской. Даша. Все, я ухожу, да. Итак, всем привет-привет. Дашка, привет-привет. Как слышно, как видно? Напишите, пожалуйста. Такое качество хорошее, я прям не могу. Все, отлично. Отлично. Ребята, вы даже не представляете, насколько у нас вот сейчас здесь только человек сидит. Здесь такая энергия, здесь на самом деле. Вы знаете, я всегда говорю такую вещь, даже за то, когда ты находишься в окружении успешных людей, это другая энергетика, это другие мысли, да. Все же зависит, на самом деле, очень много от окружения. И 50% вашего успеха зависит именно от окружения, потому что на самом деле, какие люди вас окружают, вот вы на секундочку даже сегодня можете задуматься, какие люди вас на сегодняшний момент окружают, да. И от этого будут зависеть такие, какие у вас будут мысли в голове, от этого будут зависеть, какие будут ваши действия, и от этого будет зависеть ваш результат. Вот. Ну что, я представлюсь, меня зовут Покровская Дарья, я из города Чебоксары. Есть ли здесь студенты? Поставьте, пожалуйста, цифру 5. Есть студенты, кто учится? Мальчики, девочки, без разницы. Цифру 5, кто учится? Что, нету что-то? А, вот. Вижу, все, отлично. Ну, я, если честно, тоже учусь, правда, я там ни разу не была. Вот, но на самом деле... Так, ага, все, супер. Ну, немного расскажу про себя, кто я вообще до прихода в бизнес, да, то есть я закончила школу успешно и 10 лет занимаюсь танцами, и мы такие амбициозные, крутые, решили открыть свою танцевальную студию. Ну, представьте себе, да, ребята молодые, которые вообще не имеют опыт вообще ни в каком бизнесе, да, нет каких-то связей крутых, там, или еще что-то, решили открыть традиционный бизнес. И на самом деле, ребят, ну, просто вот на секундочку задумайтесь, да, то есть ребята, которые просто не имеют, да, никаких связей, ни опыта, ничего, решили открыть танцевальную студию. Ну, конечно же, да, мы поработали полгода, если вкратце, да, говорить, поработали полгода, и мы не вышли даже в ноль. То есть, ну, я просто поняла, я познакомилась, что такое традиционный бизнес, потому что есть определение, да, есть деньги, какое-то, например, время есть деньги, какое-то время, например, нет денег, да, нет спокойного сна, и здесь нужны очень большие вложения, да. Я думаю, что ни у одного из вас нет таких денег, да, чтобы, ну, минимум нужно как минимум 500 тысяч, да, это прям минимум-минимум, да, чтобы открыть что-то свое. Если здесь есть люди, которые что-то открывали свое, либо там, может быть, я не знаю, да, то есть у друзей, у кого-то у родителей было тоже, поставьте, пожалуйста, цифру 5, чтобы я тоже понимала, что вы меня понимаете. Вот, вот, супер, отлично, да, и поэтому, то есть я вот тем более думаю, вы меня поймете, да, на самом деле я просто понимала, что, ну, что делать дальше, на работу по найму я не хотела, но я работала, я работала и официанткой, я работала и барменом, и кем только не работала, если честно, да, и вот на самом деле, если многие говорят, то есть, ну, молодой возраст, да, мне 21 год, и уже с 16 лет я полностью не завишу от родителей, то есть я полностью обеспечиваю себя сама, как говорится, родители научили ходить, родители научили говорить, да, все, можем зарабатывать, можем, как говорится, делать деньги. И здесь мне почастливилось познакомиться с нашей системой, бизнес-модель 21 века. Что меня здесь заинтересовало, ребят, это самое, наверное, основное, то, что я всегда мечтала о бизнесе, который меня не будет привязывать к месту, потому что я большой фанат путешествий, я обожаю ездить, я обожаю путешествовать, я обожаю смотреть мир, и я всегда смотрела в детстве, до сих пор помню на звезд, да, как они ходили там по красной дорожке, как они там, да, получали крутое признание, и вот в этом бизнесе я все это увидела. Я увидела, что не в зависимости, сколько тебе лет, не в зависимости, откуда ты, не в зависимости, там, не знаю, кто твои родители, да, ты можешь здесь преуспеть. И на данный момент в открытой квалификации золотого директора команда сейчас очень большая, в команде 4 директора, один уже закрытый директор, поэтому, ребят, хочу вам одного пожелать. Большое-большое-большое желание у вас должно действовать, желание изменить вашу жизнь, потому что, ну, кто, как не мы, да, как говорится, и когда, если не сейчас. Мне вот очень нравится эта фраза, когда, если не сейчас, когда мы будем менять нашу жизнь, да, если вас сегодня не устраивает то, что вы делаете, то, что вы имеете сегодня, значит, нужно поменять ваши действия. Поэтому я желаю, чтобы вы ставили себе амбициозные, просто, ну, такие цели, которые вас вообще, вам не давали сидеть на месте, чтобы вас постоянно это мотивировало, чтобы вас постоянно двигало этот вперед. И вот даже сейчас мы, ходя в Сочи, да, мы просто, вот, я вообще, я приезжаю более заряженно, я приезжаю более энергично, потому что то, что сейчас нас с вами ждет, это войдет в историю, то, что сейчас у нас с вами будет, какие будут новые идеи, новые проекты, это будет круто, и каждый из вас может быть с нами. Ну что, ребят, а я передаю следующему спикеру, да, это молодой парень, девушки, он свободный. Вот, это директор, тоже в открытой квалификации золотого директора, Ананиф Александр с города Чебоксара. Ребята, встречайте! Привет, я тут самый свободный. В инстаграме Ананиф Александр. Так, друзья, всем привет, рад приветствовать. Очень здорово, что мы все здесь собрались. Ну, сразу к делу, да. Представлюсь, меня зовут Ананиф Александр, город Чебоксара. До бизнеса я студент, познакомился с этим бизнесом, благодаря моему другу Плешкову Олегу. Пришел, как и многие из вас, на деньги. То есть, так получилось, что у нас в семье, вот именно в тот период, когда еще мне было 14 лет, из семьи ушел отец, и я с 14 лет искал везде возможность заработать денег. Я подрабатывал каждое лето, пока мои друзья отдыхали на различных работах, да, чтобы хоть как-то помочь матери. И поэтому, когда я услышал и узнал об этой возможности, что в этом бизнесе может преуспеть абсолютно каждый человек, независимо от возраста, независимо от образования, независимо от вашего социального статуса, независимо вообще, кто вы, есть навыки, нет навыков, ты можешь прийти в этот бизнес и сделать себя полностью сам. Для этого тебе нужно просто конкретное понятие того, зачем ты и куда ты идешь, что тебе нужно делать, и настойчивость, да, и просто силы для того, чтобы не сдаться и дойти до своего результата. Почему мы здесь собрались? Я скажу так, запомните, друзья, раз и навсегда, что на ваш настрой в бизнесе, когда вы будете развиваться, и сейчас вы развиваетесь, будет всегда влиять только две вещи. Ваш настрой в бизнесе. Первое – это ваши цели и мечты. У вас четко должны быть прописаны те цели, к которым вы идете. У вас должны прописаны быть мечты. Вот для меня приятное занятие было в этом отдыхе, скажем так, это то, что у меня 31 декабря 2017 года была записана в мою тетрадь желания. Такая цель – это посетить Сочи и покататься впервые на сноуборде. То есть я эту цель реализовал. И это влияет на мой настрой в моем бизнесе. Как я буду развиваться, с какой энергетикой я буду работать. Это очень много зависит. Второе, что будет влиять на ваш настрой в бизнесе – это ваше окружение. Это вторая причина, почему я здесь, да, почему я люблю подобные выезды, почему я люблю подобные вообще встречи. Потому что это влияет на мой настрой. У кого из вас бывало такое, что ты встретишься с человеком, пообщаешься с ним, а потом несколько дней больной ходишь. Настроения нет, все как-то плохо, не в той стране, не живу и так далее. Многие, наверное, знакомы эта ситуация. Так вот, друзья, вы должны исключить из своего ближнего окружения таких людей, которые будут влиять на ваш настрой именно в таком состоянии, то, что вы падаете вниз. А у кого из вас бывало такое, что ты встретился с человеком, пообщался с ним минут 10, а потом ты летать хочешь, потом тебе хочется что-то вершить. И вот поэтому подобные встречи, они заряжают нас. Поэтому вот такие встречи, они позволяют нам открывать для себя какие-то и ставить новые цели, которые позволят идти еще дальше, да, вот, ну, развивают наши амбиции. Запомните, друзья, раз и навсегда, в нашей жизни, вот, что влияет вообще на нас, да, вот, что меняет в голове вот какие-то представления о жизни. Это события. Вы должны это понять раз и навсегда, что события меняют судьбы людей. Вот когда ты посетил какое-то событие, это может настолько изменить твой курс направления, куда ты идешь. Если ты, к примеру, сидишь и не знаешь, блин, как мне идти, что мне делать дальше, ничего не получается и так далее, ты должен, вот, одно из главных правил нашего бизнеса – это посещать все мероприятия. Мероприятия наставника, мероприятия спонсора, мероприятия компании. Ты должен это делать, потому что только события меняют судьбу людей. Посетил одно мероприятие, после которого вектор направления вообще твоего развития может очень сильно поменяться. Поэтому, друзья, у нас в этом году, да, уже в конце года будет очень крутое мероприятие в очень крутом месте. И ваша задача максимально узнать об этом. Скоро будет, да, даваться потихоньку информация. И ваша задача быть максимально на этом мероприятии, которое будет проходить в конце года. Я даты пока не говорю, это интрига. Вот. Потому что именно это событие еще сильнее развернет ваш курс, еще сильнее развернет ваш курс в сторону тех целей, которые вы для себя обозначили. Друзья, я всем вам желаю супермощного закрытия каталога номер 3. Я желаю вам сделать прорыв, помочь своим партнерам сделать новые результаты в каталоге номер 3. И я вам желаю верить в свои цели, которые у вас есть. Я желаю вам верить в свои мечты, которые у вас есть. Для того, чтобы у вас всегда хватало сил, для того, чтобы идти, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие проблемы, чтобы вы просто шли в направлении своих целей. И если у вас будут эти силы, вы по-любому к ним придете. Просто это вопрос времени. Всем успехов, друзья. Ну, а я передаю слово следующему спикеру. Она свободная. Я передаю слово следующему спикеру. Это мощный лидер, которая пришла в этот бизнес не потому, что она большого чина была, скажем так. И она пришла из очень хорошего места, еще крутое место, это наш бизнес. Поэтому передаю слово следующему спикеру. Встречайте, любите, обнимайте, хлопайте. Всем привет-привет. Меня зовут Скалова Анастасия. Саша не сказал. Так, меня видно, слышно. Честно, я очень сильно волнуюсь. Так что давайте поддержите меня, друзья. Выступали, потому что мощные спикеры. Я, наверное, расскажу свою историю, поделюсь свою историю причиной прихода. Заду меня Скалова Анастасия сказала. Я из города Чебоксары. А мои пишут, я вижу. Очень соскучилась. Смотрите, выросла в большой семье. Четыре девочки у нас в семье. Семя, на самом деле, большая. И выросла в семье рабочих людей, так скажем. Мама все же работала, нянечка в садике, папа на заводе. И, наверное, вот с детства, я не знаю, как у вас, я знаю, что сейчас молодежь очень амбициозная. Они, как бы, уже с детства знают, чего они хотят. Одной из таких была я. И с детства знала, что я так жить не буду. И почему-то уверена была, что обязательно добьюсь того, чего я хочу. Но в силу того, что, наверное, это у кого-то есть, да, родители так говорили, что получить хорошее образование, да, и найти хорошую работу. Так вот, да, я получила образование. В 22 года я уже стала генеральным директором спортивного магазина, двух спортивных магазинов. И я могу с уверенностью сказать, что сделала сама себя в те годы, да. В 23 я уже купила автомобиль. Это был красный Mercedes, красный Kiosit. То есть, очень быстро, да, я нашла себя там, где я хотела, очень быстро реализовалась. И я могу сказать откровенно, может быть, у кого-то до сих пор есть сомнения, почему делюсь в истории. Потому что многие думают, да, что, найдя хорошую работу, у вас полностью все ваши мечты. Ну, на самом деле, наверное, в 25 лет у меня мечты сбылись. Потому что я ездила на красном классном купе автомобиля, у меня были деньги. И у меня доход, если сравнивать, ну, город Брачебоксар, наш регион, у меня был очень хороший доход. Я могу сказать, что даже, наверное, выше среднего для директора нашего региона. Ну, почему же я сюда пришла? Вы знаете, через какое-то время я поняла, что я достигла пика в своем доходе. То есть, очень быстро растут запросы на самом деле, да. Но не так быстро, к сожалению, растет наша зарплата. И в тот период, когда я родила, у меня появилась дочка, я поняла, что мне эти деньги не хватает. Но, знаете, и, наверное, с силы того, что уже работала руководителем, не люблю начальников. Это для меня вообще... То есть, я не по будильнику ходила на работу, то есть, позволяла себе приходить и в обед, да, и так далее. В силу этого, наверное, я начала искать возможности, чтобы работать на себя. Много вариантов я рассматривала. То есть, я хотела перехмахерскую открыть, я хотела в томойку открыть. В силу того, чтобы, опять-таки, был опыт, да, для меня это, в принципе, все легко давалось. Но я прекрасно понимала, что нужны деньги. Дальше я пошла больше, мне даже дали миллион финансирования, то есть, да. Но, вы знаете, в тот момент, когда я искала, говорят же, когда ты ищешь возможности, появляется в твоей жизни, приходит именно то, что тебе надо. Я познакомилась с компанией Арифлейм через девушку, да, Олесь, вот, меня пригласила. И я сразу пришла на деньги. То есть, не было такого, что продукт, еще что-то, да. То есть, я изначально знала, что мне нужны деньги. Напишите, пожалуйста, кстати, в чате, хотела вас узнать. Если вы уже, я так понимаю, партнеры всей компании Арифлейм, какой доход вы хотите здесь получить? Вот ваш первый. То есть, какой сейчас доход бы вас устроил? Потому что, вот, моя ближайшая цель, я хочу достичь, чтобы вместе это минимум было 250 тысяч. Хотя бы 100. Отлично. Спасибо, что здесь вы пока пишете, я буду говорить дальше, да. Познакомилась с компанией Арифлейм. И, как, наверное, вам многим рассказали, когда презентацию, я сразу поняла, что буду здесь развиваться. Я скажу, почему. Потому что, на сегодняшний момент, я не знаю, как у вас, я не знаю, с какой вы семьи, я не знаю, какие у вас доходы, у родителей и так далее, да. Но зарабатывая, вот, я могу сказать, конечно, мой доход был 100-120 тысяч. И я понимала, что я хочу другие деньги, но мне эти деньги никто не даст. То есть, на сегодняшний момент для меня, по крайней мере, это единственная сфера деятельности, где я могу достигнуть тех... Все, я начинаю волноваться. Нет, тех доходов, которые я хочу. И больше, что мне нравится, что здесь можно постоянно увеличивать. То есть, если вы достигаете определенного уровня, допустим, начинаете зарабатывать 50 тысяч, если вас доход не устраивает, вы можете идти дальше, зарабатывать еще больше. Вот это единственная причина, которая меня, на самом деле, зацепила, и благодаря... из-за которой я начала сотрудничать с компанией Reflame. У меня, в принципе, все, я очень сильно волнуюсь и приглашаю следующего спикера. Мы познакомились, кстати, на отдыхе с Алексеем, сейчас он будет. Это мега позитивный человек, встречайте. Он, наверное, своей энергетикой сейчас порвет просто всех, потому что здесь он уже рвет точно. Так что передаю ему слово. Друзья, всем привет! Как меня видно-слышно, поставьте плюсики в чате. Если вы меня видите первый раз, поставьте единички. Ну, давайте я, наверное, начну с истории, да? Меня зовут еще раз Алексей, фамилия моя Жихрев. Я представитель семейного бизнеса. У меня в этом бизнесе вся семья, мама, папа. 203, бабушка, племянница, жена, родитель, жена, все. Ну, и так вопрос о том, кого приглашать в этот бизнес. Своих, да? И, кстати, это тоже хорошая проверка того, чем вы занимаетесь, да? Потому что я знаю людей, которые имеют свой собственный бизнес, да? Но очень часто они не могут пригласить своих родных, потому что, ну, и там своих детей, да? Потому что они не хотят заниматься этим бизнесом своим, да, традиционно. Потому что они знают, насколько это тяжело. В нашем бизнесе, да, то есть у меня вся семья, и это хороший показатель, я считаю. И вместе с тем, наверное, здесь есть мужчины. Если есть мужчины, поставьте пятерочку, да? Всем привет. Я, ну, как нормальный мужчина, ну, многие, наверное, так, считал, что это несерьезно. Если есть такие, да, поставьте плюсики. То есть я считал, что это несерьезно, не мое. Я сам занимался профессиональным спортом. Я когда-то мастер спорта по академической гребле. У меня была хорошая спортивная карьера, но, вы знаете, я всегда говорю так, что в этом мире есть моменты в жизни, которые заставляют задуматься. Да, то есть у меня родители уже 20 лет в этом бизнесе. Они меня приглашали очень долго в этот бизнес. Я говорил, что это несерьезно, что это не мое. Ну, вы можете заниматься, но это не про меня. Да, но это вопрос о том, что если вам люди сегодня говорят, нет, это не значит, что нет, это значит, просто не сегодня, да? И просто одна встреча, которая меня просто заставила задуматься. Я получал очередной допуск к соревнованиям, да, сидел в спортивном диспансере и просто разговаривался с одним мужчиной в возрасте. И мы что-то с ним разговаривали, и он мне просто задал вопрос, а у тебя какие планы перспективы на будущее? И, кстати, он меня научил, как рекрутировать людей, да? Он говорит, слушай, а у тебя какие вообще планы перспективы на будущее? Я говорю, ну как, какие? Слава девочке, да, там, чемпионаты. Он говорит, а тебе, это говорит, действительно надо? Я такой, ну как надо? И он говорит, слушай, понимаешь, а ты, говорит, знаешь, кто я? И тут в этот момент, да, потому что он меня так задел, вот, я думаю, что я тебя должен знать вообще, да? Но когда он представился, он оказался многократным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта в международном уровне. То есть передо мной сидел человек, который я хотел бы стать. И он говорит, понимаешь, у меня званий много, говорит, много званий, много регалий. Но сейчас вот такая медицинская карта и 8 тысяч рублей пенсия. Говорит, понимаешь, таких, как мы с тобой, купят оптом и продают тройницу. Спорт – это хороший бизнес, но там зарабатывают всем вокруг, кроме кого, да? И на самом деле я всегда говорю так, что спорт – это такая жизнь в ускоренной перемотке. Я вот сейчас, ну, я всегда смеюсь, я говорю, я вот пенсионер, да? Потому что в спорте с 27 лет спортсмены являются уже пенсионерами, гоняющие сейчас по ветеранам, да, для себя. Ну, так звучит весело, да, но на самом деле не смешно, да? Потому что ты понимаешь, что такая жизнь в ускоренной перемотке, да? То есть ты пашешь, ты отдаешься, ну, в общем, здоровье, да, но потом просто тебя меняют на, как говорится, команде запасных всегда есть люди. И ты понимаешь, что в жизни все происходит так же. И когда я начал на эту тему задумываться, то я увидел про Арифлэйм, на самом деле, что это отличный инструмент, это замечательный партнер, с которым можно построить бизнес без рисков, без вложений, с очень простым продуктом, да? Потому что, когда мне говорят мужчины, типа, ну, это же косметика, причем здесь мужчины, да? Я говорю, ребят, это всего лишь товар. Есть понятие, либо хороший товар для бизнеса, или не очень. Так вот, косметика – это идеальный товар для бизнеса. Маленький, понятный, недорогой, да? Но самое главное – быстро заканчиваешься. Это дает возможность многократного получения денег. И Арифлэйм – это просто надежный партнер. Вот, в общем-то, и все. И поэтому сегодня я, на самом деле, сто процентов занимаюсь этим бизнесом, всей своей семьей. Здесь я нашел свою вторую половинку, да? А потом еще чуть-чуть дальше скажу. И это, на самом деле, возможность совершенно… Знаете, сегодня я говорю так. Арифлэйм – это уникальная возможность. Первое – решить свои финансовые проблемы, да? Потому что… Ну, или решить свои финансовые, так сказать, потребности. Потому что люди… Кто-то приходит на просто заработать денег, кто-то поставит систему, чтобы получать дополнительные там… Или большие доходы, да? То есть, ну, там, обсудить те ценности, планы, которые перед собой ставят. Но есть люди, которые приходят в этот бизнес. И у меня таких сейчас очень много. Это люди, которые приходят из бизнеса. Даже которые очень хорошо зарабатывают. Но мы столкнулись с очень интересной вещью. То, что у людей есть деньги, но нет времени. Или нет людей в окружении, которые могли бы вместе с ними путешествовать. И к нам пришла девушка, недавно девушка-предприниматель, которая есть хорошие заработки, но за больше 20 лет предпринимательского стажа у нее даже не было загранпаспорта. О чем это говорит, да? Деньги есть, но нет времени. Я всегда говорю так. Какова цена твоим деньгам? Сколько времени и сил ты тратишь для зарабатывания твоих денег? Более того, можешь ли ты себе позволить оставить свой бизнес на какое-то время? Что с ним встанет? Он развалится или будет развиваться? И вот наш сегодняшний выезд в Сочи, на самом деле, это уникальная возможность показать. Я думаю, что это уникальный старт нашего нового проекта, который мы хотим, да? И скоро вы узнаете о нем более подробно, да? Мы хотим показать, что на самом деле, Арифлэнд дает уникальную возможность быть свободным. Не только финансово, да, но и времени, и в ведении бизнеса. Потому что сегодня, где бы мы ни находились, да, мы можем рекрутировать. Везде люди нужны деньги. Здесь мы только уже, да, то есть взяли больше, там, 10 телефонов и провели уже несколько встреч, да, в Сочи. Оказывается, тут тоже люди моются, тоже людям деньги нужны, да? То есть, поэтому это уникальный показатель того, что у нас собрались люди совершенно с разных регионов. Мы просто задали дату и говорили, «Ребята, давайте поедем вместе». И мы обсудили очень много классных моментов, да, то есть, план развития, да, в нашем проекте «Твой стар», да, молодежного движения. И это, на самом деле, возможность объединяться опытом, показать, что мы вместе можем отдыхать, вместе можем работать, вместе можем обмениваться идеями, идти дальше. И я вам желаю, чтобы мы с вами встречались чаще, чтобы мы с вами вместе добивались новых результатов и нас с вами на таких выездах стоим. Потому что мы своими действиями, своими социальными сетями, да, своими, в общем-то, результатами, да, докажем и покажем всему миру, что каждый из нас с вами может наворотить такое в этой жизни. Именно с нас начинается наша жизнь. Вот, поэтому, ребята, включаемся активно в все инициативы, давайте дружить, активно развиваться и вперед к новым победам. А сейчас я хочу передать слово своей супруге, с которой мы здесь познакомились. Это основатель молодежного движения, да, и человек, который, на самом деле, какой-то идейный вдохновитель, да, и энергайзер, по крайней мере, в моей семье. Это человек, который вас заставляет придумывать и решать много задач и вопросов. И для меня это, на самом деле, возможность постоянно развиваться. Поэтому я рад представить свою половинку, да, и лидер молодежного движения Маргарита Пальжаева. Встречаем! Всем привет! Обычно, когда я подхожу, техника начинает глючить, поэтому давайте по десятибальной системе поставьте, как меня слышно, как меня видно. Ну, я тогда начну пока. Все, десяточка появилась. Отлично, суперски. Вы знаете, сегодня такой был очень необычный вебинар. Сейчас мы заканчиваем, когда вебинар, мы просто улетаем на вокзал сразу, чтобы на самолеты быстрее по домам расходиться. У нас было потрясающих пять совместных дней. Но давайте для начала я представлюсь. Меня зовут Маргарита Пальжаева. Пришла я в этот бизнес, будучи еще школьницей. Пришла я, потому что меня зарегистрировали родители. Я покупала себе очень много косметики. Я от этого кайфовала, мне это нравилось. Но бизнесом серьезно долгое время не занималась. Я искала себя. Я очень рада, что родители мне дали такую возможность и не заставляли меня быть в этом бизнесе. И несмотря на просто неимоверный успех нашей семьи в этом бизнесе, я искала себя. У меня два высших образования. Я юрист и журналист. Я пробовала себя в разных бизнесах. Я работала в министерстве. И сейчас, спустя время, когда я присоединилась к этому бизнесу и продолжаю уже дело родителей, я с гордостью этот бизнес продолжаю. И вы знаете, была такая ситуация. Я рада, что родители не заставляли меня быть в RePlan. Но на каждую конференцию, на каждую важную встречу они меня всегда, нас с сестрой, брали с собой. И как-то раз на потрясающей конференции мы жили в настоящем замке. Компания для нас его сняла, только для нашей семьи. Мы с сестрой просыпались, купались, по этим камням ходили, по которым ходили еще рыцари и дамы в вечерних платьях, нарядах. И у нас каждое утро была такая традиция. Мы садились на балкон с потрясающим видом на весь остров, на океан. И мы завтракали. И было так красиво, дух захватывающе, что даже не хотелось кушать. И в этот самый момент, вот сейчас я вам скажу такую фразу, с которой, наверное, у которой у любого мамы на глазах слезы были, потому что это, наверное, очень ожидаемая фраза от детей, которые наконец поняли твой бизнес и присоединились к тебе. Я сказала, спасибо вам за эту потрясающую возможность, за этот бизнес, за то, что вы не отказались, когда было трудно. И сейчас, глядя на этот вид, я понимаю, что стоит получить тысячи лет ради 24, да. Но я думаю, что многие из вас уже знают, да, что мои родители, первые в мире в сетевой индустрии, не только в Reflame, получили миллион долларов одним чеком, что 20 лет наша семья номер один в мире. И после того, как не стала моей мамой, этот бизнес передается по наследству, и мы явные представители этого, и мы с гордостью продолжаем дело родителей. И хочу вам также, знаете, про что рассказать. 17 лет назад я решила организовать молодежное движение. Начинали мы с ребятами, ну, просто кто хотел зарабатывать. Начинали просто на своих ошибках, делали свой опыт, разговаривали с ребятами, задавали друг другу вопросы, а как ты со взрослыми, а как совмещаешь с учебой, с работой, а как ты свой авторитет выстраиваешь, а как ты куда деньги тратишь. И у нас появилось молодежное движение. И тогда история молодых ребят, которые зарабатывают там 17 лет, например, к окончанию школы, тысячи долларов, на них показывали пазел, это директор, директор, директор Али Флэм, тысячу долларов заработал. И сейчас, и нас лет спустя, я с радостью, гордостью, с трепетом вижу истории. Много-много ребят, которые не только зарабатывают тысячу, две, пять и шесть тысяч долларов, которые сами себе покупают квартиры, машины, которые помогают своим родителям. И когда-то, когда я начинала, девиз молодежного движения у нас был «Заработай больше родителей». Я это и к себе применял, но пока у меня еще это не получилось сделать. Но «Заработай больше родителей» стал такой классный девиз. И действительно, очень многие ребята с этим девизом по жизни, и действительно, они уже помогают своим родителям, которые гордятся. Сначала они говорили, куда ты пошел, а теперь они с гордостью говорят, мой сын, моя дочь Али Флэм. Я вам этого желаю. И сейчас мы приехали сюда, в Сочи, мы были на Роза Хутор, мы катались в горах, мы были во всяких интересных местах. И, конечно же, это окружение, это компания, это команда. Один Ари Флэм, одна команда – это потрясающе. Мы обменялись такими мыслями. У нас столько родилось классных идей. И все новые наши предложения мы уже успели обсудить с руководством. И что меня очень радует, что два года назад компания Ри Флэм официально создала отдел по развитию молодежи в Ри Флэм. Ребят, представляете, это все наше... Продолжение следует... 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 Как слышно, как видно. Проверка связи. Значит, кто вышел, тот не наш. Нужно до конца ждать, терпеть. Как я и предупреждала, техника со мной очень капризна, поэтому напишите, пожалуйста, что вы меня видите и слышите. Давайте опять по десятибалльной системе, чтобы я понимала. Прием, прием. Подслышно. Друзья, пишем в чатах чего-нибудь. Пошли десятки. Хорошо. За 20 лет тех, которые я в компании «Арифлейм», конечно же, сказать и поделиться с вами, и передать весь свой опыт, и все конференции, и все события, которые компания нам дарит, это, наверное, не хватит всего времени. Но сейчас, знаете, в конце я хочу вам сказать такие вещи. Значит, наше молодежное бизнес-сообщество называется «Твой старт». Мне очень нравится это название, и этим названием вы можете пользоваться вообще и в жизни, и в своем бизнесе очень активно. Сейчас мы с ребятами обсуждали, как делать, ну, вот как вариант, например, да, как делать очень крутые выездные события, мероприятия молодежные, где можно присоединиться и, знаете, такой нативный рекрутинг. Ну, где-то там на яхте, среди рыбок и кораллов, или подняться в кратер вулкана, или спуститься с горы в океан там куда-то. Так что, друзья, нас ждет потрясающий Арифлэйм. И я очень рада, что сейчас такое количество успешных, креативных, классных, дружных ребят в Арифлэйм. И это очень здорово. И я хочу вам, знаете, что передать? Я хочу рассказать вам одну историю, одну легенду. Может быть, многие из вас ее знают. Есть такая компания Nike. А сейчас она довольно известна. А начиналась у нас с двух мальчишек, которые решили заниматься спортивной формой, спортивными аксессуарами и так далее. И когда они начали это делать, все им говорили, да куда вы лезете, да рынок уже поделен, да есть Adidas, есть Puma, есть много компаний, которые уже на рынке и вообще вас уже просто задают. Бесполезно! Друзья, вот знакомая ситуация, да? И тогда ребята сделали так. Команды, которые они объединились и решили продвинуть свои идеи и свое видение спорта, они просто всем напечатали майки, где крупно было написано «Возьми и сделай». Тебе говорят, а ты возьми и сделай. Тебе не верят, а ты возьми и сделай. Тебя упрекают, а ты возьми и сделай. Ничего не получается, а ты возьми и сделай. И они друг друга помогали, поддерживали. Ну и сейчас вы все знаете, что компания Nike довольно известная фирма. И сейчас с нас, с вами, начинается новый имидж Арифлейма. Новый имидж, который мы с вами создадим своим внешним видом, своим посылом, своим объединением, своими идеями, как мы будем презентовать и показывать имидж. И я хочу вам сказать, сейчас начался потрясающий год. Компания вкладывает больше денег, даже чем прописано в плане успеха. И много людей, которые берут, возьми и сделай, да, которые берут эти акции, компании, которые закрывают по несколько званий за год. А кто-то смотрит, смотрит, смотрит. Мимо, мимо, мимо. Друзья мои, знаете, есть такая поговорка, я не знаю. Ой, что это пролетело? А, это полгода они здесь часто пролетают. Друзья мои, время действительно летит очень быстро. И сейчас от начала года, когда на Новый год у вас были большие планы, вы составляли какие-то мечты, вы что-то хотели сделать, вы начинали даже работать, но потом получалась ситуация, что почему-то сбавили темп и перестали. Но есть люди, которые берут, и компания платит, и это надо брать. Я хочу вам сказать хорошую новость. Сейчас март месяц начался, и впереди еще много времени до Нового года, и впереди достаточно времени для того, чтобы свершить свои мечты и планы и желания. Поэтому возьми и сделай. И когда начинается твой старт? Прямо сейчас, или через год, или снова через 10 лет, это зависит от тебя. И я бы хотела передать наш совместный привет, девчонки, мальчишки, все, кто выступал, идите сюда. Мы здесь. Мы с вами отделились, у нас была большая такая команда. Зарядитесь нашим успехом. Зарядитесь вашей энергетикой и действуйте. Самые крутые новости вы знаете на Школе Актива. За этим году, на 2 месяца, следите за информациями и спрашивайте своих спонсоров. ВОСТОРЖЕННЫЕ 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 В